Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я выкачу в режим гравитацию К-91. По одной простой причине, потому что по моему скромному ощущению, это должна быть одна из лучших машин для данного режима. Скажу откровенно, мне режим гравитация вообще не нравится. Вот полностью. Я считаю, что это самый шлаковый режим, но наверное после реалистичных боев. Потому что в реалистичных боях там вообще ни хрена непонятно, что происходит, кто кого видит, кто кого не видит. Туфта полнейшая, но это мое скромное мнение. Вот этот режимчик, наверное, находится на втором месте, потому что если здесь есть еще хоть какой-нибудь фан от вот такой вот сумасшествии, которое происходит у вас во время боя, то в режиме реалистичного боя, ну там вообще ни хрена не происходит по большому счету. Поэтому, ребятки, я бы поставил именно этот режим на второе место, а не режим реалистичных боев. Что хочется отметить? Я, честно говоря, вообще не понимаю, как нормально играть в это все. И что меня больше всего смущает, так это то, что ты не контролируешь абсолютно то, что происходит на карте. Позитивом считаю следующее. Это немножечко отвлекает от реальных боев, которые ты постоянно играешь. И, соответственно, есть что-то новенькое. То, что не дает тебе закиснуть. И, ну, как бы вот это вот ощущение приезлость, оно уходит от тебя. Почему я выбрал К-91? Для того, чтобы, как говорится, напопробовать. Дело в том, что у К-91 барабан, а значит, ты можешь чаще шотить в товарищей, которые летают, не давая им нормально приземлиться и прицелиться. Минусом К-91 по данному бою является то, что ты не можешь взлететь. То есть, ну, улететь нормально, кроме как в ангар, ты никуда не можешь. И еще один позитивчик данной машины заключается в том, что у данной машины довольно-таки хорошее время сведения. То есть, при таком времени сведения в летящую цель тебе проще прицеливаться, проще сводиться. Ну, а значит, проще его выносить в ангар, пока он там летает и не может нормально контролировать свое перемещение в пространстве. Скорость поворота башни, правда, немножечко подкачивает. Но это нюансик такой, знаете, я бы сказал, не из поправимых, но из терпимых. И второй большой минус этой машины для данного режима, безусловно, то, что углы склонения орудия не сильно хороши. То есть, если вы где-то находитесь вот так вот в низинке, вам еще необходимо попытаться каким-то образом вывернуться для того, чтобы выцелить противника, но и, соответственно, в него кинуть. Вот бабаха сейчас там встала, и мне ее выковырять оттуда, ну, прям сложно-сложно-сложно. Сейчас поедем к вот этим двум товарищам. У них запаса прочности не так уж и много. Одного можем, в принципе, тараном добрать, хотя у меня у самого хпшки не так уж и много. Ну, а второго попытаться добрать именно шотами. Ну что, попробуем. Вот один, и я вылетел. Не знаю, ребят, наверное, я ошибался. Наверное, К-91 не совсем та машина, которая подходит для данного режима боев. Почему? Почему тяжелые танки в основном берут для данного режима? Ну, наверное, потому что их тяжелее в воздух поднять. И максимум что? Их могут покачивать просто вот так вот там в бачок немножко склонять от выстрела. Но это максимум. И дальше тяжелый танк имеет возможность выстоять. При этом вот Леопард, видите, какую ужасную коварную вещь провернул с тяжелым танком. Просто подпрыгнул и забрал его. Поэтому, ребят, не знаю, наверное, я был неправ, предполагая, что К-91 будет хорошо играться. Вот смотрите, в реальных, я имею в виду в обычных рандомных боях, К-91 играется очень классно. В этом же бою он, ну, как-то вот вообще нормально не игрался. То ли я еще не совсем умею играть в этом режиме, то ли в нем вообще, в принципе, на К-91 играть сложновато. Давайте забросимся еще в одну каточку и попытаемся здесь чего-нибудь сделать. Я не могу сказать, что наличие возможности подпрыгивать вверх, это прям большой позитив. Фана, безусловно, он там какого-то, наверное, добавляет. То есть, ну, какой-то нестандартности, да, тому, что происходит у тебя в бою. Но, с другой стороны, находясь в воздухе, быть вот такой вот лечучей мишенью, не знаю, пока меня терзают смутные сомнения. Сейчас попробуем еще раз. Мне, кстати, вот интересно, я так и не понял, от количества наносимого урона, да, то есть от уровня альфы пушки, зависит то, скажем так, насколько высоко и далеко товарищ улетает или нет. Что это было сейчас? Вот, вот, все, поиграл, блин. Да. Я, я вообще, ладно. Давайте досматриваем бой. Я параллельно выскажу свое субъективное мнение. Я продолжаю считать, что данный режим, это, не знаю, результат воспаленной фантазии разработчиков, по-другому это не назовешь, потому что веселухи как таковой я, честно говоря, здесь не наблюдаю. Может, я какой-то скептик, прям совсем забитый. А может, просто режим придумали не на совсем трезвую голову, но и, соответственно, вот таким вот он и получился. Каким образом здесь играть? Вот сейчас СТ-шка, она никуда не взлетает, она просто стоит и с помощью своего КД кошмарит ПТ-хум, которая пытается, ну, встать нормально на гусли для того, чтобы прицелиться. Как я понимаю, на вот таких ПТ-шках, у которых нет поворачивающейся рубки, в данном бою вообще делать нечего. То есть, ну, ты не можешь башню повернуть и попытаться в кого-то прицелиться. Ну, вот Шеридан куда-то носится и что-то пытается сделать, и при этом, ну, не знаю, вот и все, и все сделал. Причем сняли его именно с земли. Странно, ребят, очень странно. В любом случае, суммируя, хочу вам сказать следующее. К-91 однозначно не та машина, на которой в этот режим стоит заходить. На ком стоит заходить? Ну, вот, наверное, да, наверное, на вот этом вот товарище, у которого есть управляемые ракеты, которые ты можешь пустить и, держа в прицеле своего противника, соответственно, пытаться в него набрасывать. Я, наверное, обязательно попробую ракетного. Он у меня есть на одном из моих аккаунтов. Может, он действительно годен для этого? И, может, именно для этого он стоит постоянно у меня пылится в ангаре, и я его вообще никогда не выгоняю? Ну, вот, не знаю, может, тогда он только будет годным? Потому что все остальное меня смущает. ПТшки без поворачивающихся рупок. Ну, вообще, тоска. Вот я сейчас вижу, что происходит с Хори, и мне реально жалко парня. Ну, либо девчонку, в зависимости от того, кто там за штурвалом. Кто там, ПТшки с большим уроном типа бабахи, но они перезаряжаются долго, а значит, часто шотить ты не сможешь. Как я понимаю, самый кайф, наверное, все-таки в СТшках, которые имеют быстрое КД, и на них, соответственно, можно еще и взлетать, для того, чтобы... Вот, пожалуйста, радио... Господи, управляемая ракета показывает себя в действии. Ну что, попробуем тогда со временем еще ракетного. А по К-91, однозначно, ребят, однозначно не рекомендую его для использования в подобных боях. Ну что, братки, на данный момент у меня все. Это было честное мнение по поводу К-91 в режиме боев гравитация, ну, для которого танчик абсолютно негоден, по крайней мере, по моему субъективному мнению. Если вы с ним не согласны, пишите обязательно в комментариях. Ну, а если вы за честность и за честные обзоры, то подписывайтесь по вот этому желтому шильдику на мой канал. Буду вам безумно благодарен и отблагодарю вас новыми честными видео и честными обзорами на технику и товары в магазине. На данный момент пока-пока, всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok